Юрий Евгеньевич, вот что хотели, ну, во-первых, наверняка вы видели сегодняшние утренние сообщения о многочисленных атаках, как на приграничные области, там ДРГ какие-то и все прочее, так и продолжаются удары по нефтебазам и просто беспилотники сбивали в разных областях, возможно, они тоже летели на нефтебазы или еще куда-то. Ну, сейчас и можно одно уточнение, просто то, что сейчас Белгород Фонарь пишет, что есть официальная информация по обстрелу Шебекина, ранена одна женщина, госпитализация не потребовалась, в городе есть различные повреждения, там частные домовладения и еще несколько зданий, но в целом это то, что написал Вячеслав Гладков, то есть вот по Белгородской области есть уже какая-то информация. Да, Юрий Евгеньевич, это что и о чем это? Ну, в общем, это ничего принципиально нового я в этом не вижу, такие атаки время от времени происходят, происходят все чаще. Я должен сказать, в этом году Украина наращивает интенсивность вот таких атак беспилотниками, причем в качестве целей выбирают уже такие самые, я бы сказал, такие узловые точки, самые узкие бутылочные горлышки, ну, в кавычках, конечно, которые так или иначе могут воздействовать, снижать выводы строя, которых может снижать боеспособность российских вооруженных сил. И первая и, пожалуй, самая главная категория таких бутылочных горлышек – это нефтеперегонные заводы и нефтебазы, ну, базы, склады горючего и так далее. Собственно, что такое нефтебаза? Это склад, где находятся горюче-смазочные материалы, и в приграничных областях, естественно, они в первую очередь идут на снабжение вооруженных сил. Ну, и вот в эту ночь российское министерство обороны сообщило о 25 сбитых беспилотников, запущенных с Украины. Это очень большое количество. Значит, надо понимать, что если 25 было сбито, если поверить военным российским, ну, значит, значительное количество было не сбито и достигло каких-то своих целей. Вот сейчас, значит, считают потери, считать мы стали рано и так далее. Вот считают потери, ну, видимо, через какое-то время будут сообщения о том, что конкретно было повреждено, какие потери и так далее. Я должен сказать, что были еще сообщения о том, что, значит, легион свободы России, по-моему, он, если я правильно понимаю, значит, устроил рейд вот в приграничную, по-моему, в Белгородскую область. Значит, вот эти действия со стороны Украины, это своего рода такой, ну, своего рода ответ на действия российской армии на юге и на востоке страны. Ну, таким образом, ну, если есть какое-то практическое значение для фронта, ну, например, там, что отвлекают силы, пытаются заставить перебросить, там, не знаю, ПВО или что-то еще, каков практический из них эффект, от них эффект? Ну, практический эффект, как я уже сказал, это выводы строя, потенциальные выводы строя. Ну, с нефтепроводами понятно, да, там очевидно. А что касается отвода тех или иных сил с фронта, нет, ну, возможно, какие-то сравнительно небольшие подразделения, ну, количество батарей ПВО перебрасывают куда-то в тыл, но, вообще говоря, так вот идут сообщения о том, что губернаторы на местах российские, в том числе и в Петербурге, жалуются на то, что не хватает ПВО, ПВО либо на фронте, либо вокруг Москвы сосредоточено. Ну, Москву, понятно, надо охранять во что бы то ни стало, а другие, другие города могут страдать, ну, понятная, политика понятная. Еще я бы хотел упомянуть вот тоже сообщение утреннее, ну, или ночные, точнее, которые утром начинают потихоньку подтверждаться. Это удар по некоему танкеру, который находился в Днепровском лимане, и на этом танкере якобы находился генерал Теплинский, командующий группой войск Днепр, ну, и командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации одновременно, и на этом танкере было расположено нечто вроде, непонятно зачем, правда, но, тем не менее, говорят о том, что там был расположен некий командный пункт российских войск, вот в этой зоне в Херсонской области, его посетил Теплинский и попал под ракетный удар. Вроде бы ракетный удар был нанесен, это знаменитый «Шторм Шэдоу», ну, и судьба Теплинского пока неизвестна. То ли он ранен, то ли, значит, погиб, ну, в общем, неясно, что произошло. Ясно, что произошло что-то. Ну, Юрий Евгеньевич, по вашему опыту, за какое примерно время подобные сообщения либо подтверждаются, либо выясняется, что это не так? Условно, в течение недели, двух, или они месяц могут что-то там выяснять и не показывать Теплинского? Нет, что касается Теплинского, тут, я думаю, в течение дня, может быть, двух все прояснится. Потому что, во-первых, никаких официальных сообщений со стороны российских властей не было. Это все сообщения телеграм-каналов, ну, военкоров и так далее. Плюс сообщения, было даже официальное сообщение командующего военно-воздушными силами Украины о том, что удар был нанесен по этому танкеру. Но что там произошло, на танкере неизвестно. Значит, удар был. А Теплинский либо эти сообщения будут опровергнуты теми же каналами, которые их распространили, либо будет подтверждено, что он ранен. Оно подтверждено, опять же, не официально, а вот сообщениями, которые никак не комментируются российскими властями. Ну, или если потом его покажут где-нибудь, хотя вообще его мало показывают уже на протяжении последних месяцев, но он вроде бы в контрах с министром обороны. Но, тем не менее, если это подтвердится, это достаточно такая серьезная-серьезная вещь. Вещь, которую мы с вами немножко отложили, про то, что если срочно не нарастить помощь Украине, к лету ВСУ могут потерять способность держать фронт. Это так предсказывают аналитики, в частности, военная аналитика, специалистка по российской армии Дара Масикотес, в фонда Карнеги, в Форен Эферс. Но на фоне этого еще и Нью-Йорк Таймс пишет, что F-16 поступит уже летом, но их будет немного. Это, мне кажется, в русле как раз вот этого анализа лежит о недостаточной помощи Украине. Что скажете об этих соображениях? Что касается F-16, действительно, есть сообщения о том, ну, причем это сообщения из разных источников, и можно верить, наверное, на что летом, вроде бы в начале лета, но тут тоже сроки всегда, очень часто сдвигаются. Значит, шесть самолетов F-16 из Дании, вроде бы, будут переданы военно-воздушным силам Украины, и, соответственно, начнут какие-то действия против, скорее всего, против российских самолетов. Вопрос в том, чем они будут оснащены, какими ракетами воздух в воздух эти самолеты будут оснащены. Шесть самолетов, это, ну, сказать, что это капля в море, я не могу, это, в общем, могут на некоторых таких участках они могут нанести достаточно серьезный ущерб, сбить какое-то количество российских Су-34, Су-35, которые безобразничают в воздушном пространстве Украины. Но изменить ситуацию на фронте они, конечно, не могут. В общем, называют цифры в 45 самолетов этого типа, но когда они будут поставлены, очень трудно сказать, потому что сроки все время сдвигаются. И я думаю, что здесь определенную роль играет неготовность аэродромной базы, то есть неготовность военнослужащих, вооруженных сил Украины и технического персонала к обслуживанию этих самолетов на земле, проведение там всякого рода регламентных работ, без которых они летать не могут. Если, ну, а идея о том, что эти самолеты могут базироваться где-то на аэродромах то ли Польши, то ли Румынии, ну, в общем, эта идея, конечно, сугубо идеалистическая, по-моему. Это в ближайшие месяцы реализовать это невозможно. Юрий Евгеньевич, еще, знаете, хотел успеть спросить вас про начальников тыла, так скажем. Тут просто с начала войны уже третий раз меняют замминистра обороны, который занимается тыловым обеспечением. Чего это? Это же важно, наверное. Или не очень? Или уже бог с ними, с этими тыловыми? С точки зрения боевого, значит, обеспечения российских войск, по-моему, это не очень важно. Но это интересно, если посмотреть на это сквозь призму подковерной борьбы в Министерстве обороны. Значит, и ныне вот тот замминистра обороны по умооснабжению, которого сейчас сняли с этой должности и отправили в Росгвардию. Вопрос там, когда он был назначен и вместо кого. А вот это достаточно интересный момент, потому что назначен он был в апреле прошлого года, где-то в конце апреля. Это человек из Росгвардии, его фамилия Кузьминков, он, значит, многозвездный генерал. Он был, по-моему, он отвечал за массовое снабжение Росгвардии. Ну, его назначают на соответствующий пост в Министерстве обороны. А что происходило в апреле, значит, в марте, апреле, мае прошлого года? Был, в частности, был очень острый кризис и противостояние Шойгу и Пригожина. И предыдущий вот замминистра обороны, генерал Мизинцев, которого сменил Кузьминков, он потом сразу перешел на руководящую должность группу «Вагнер». Стал заместителем командующего «Вагнером» по материально-техническому снабжению. Вот эта тогдашняя рокировка, если вспоминать Бориса Николаевича Ельцина, на его высказывание, значит, вот та рокировка была призвана, ну, как-то ослабить влияние Пригожина, но не увеличивать влияние Шойгу, потому что Кузьминков – это человек, естественно, Золотова. Вот какое-то время он, значит, выполнял свою роль, такую политическую роль, которая ему была предписана, теперь, значит, с Пригожиным известно, что произошло, Мизинцев, который… с ним совершенно неизвестно, что происходило после и произошло после мятежа Пригожина, он просто ушел куда-то, ну, в информационное небытие. Ну, теперь Кузьминков, как известный Мавра, он сделал свое дело, он может уходить, теперь назначен человек Шойгу, некто Булыга, ну, тоже профессиональный снабженец, профессиональный головик. Так что это вот какие-то телодвижения, какие-то, значит, очередной такой вот, ставший известным эпизод подковерной борьбы за контроль. Ну, над материальными потоками в Министерстве обороны, а, значит, замминистра обороны по мастер-снабжению, эта должность всегда была, всегда принадлежала команде Шойгу. Это очень такая хлебная должность, я бы сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова